Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за игрока. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск правдивых пенальти. Обязательно посмотрите этот выпуск, ссылочка на него есть в описании, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет очень приятно увидеть вас под этим роликом, но мы продолжаем. Итак, сегодня у нас месяц декабрь и январь на ходу, и первый же у нас матч против Генгама, они идут ниже 10-й строчки, мы играем сегодня на выезде, что еще, 70-й рейтинг уголкипера соперника, мы готовы, поехали. Итак, Генгам против ПСЖ, матч чемпионата Франции, мы сегодня готовы, поехали. Так, неплохо, Неймар, и мы пробьем еще, и это гол, 15-я минута. 1-0, мы забиваем, супер. И это 1-1, Генгам еще до перерыва сравнивает, 33-я минута, сила на него забивает. И какой голешник забивает Неймара, 51-я минута, голевой моей, к сожалению, сейчас не было, была предголевая, но как все разыграли, а? И все, минимальная победа на выезде, один наш гол на счету, замечательно. 5 очков лидерства над Лилем, 19-й мой гол в сезоне, 143-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас игра против Тулузы, домашняя Тулуза идет на 6-й строчке, у них голкипер 62-го рейтинга, у нас Донорума сегодня, мы заряжены, поехали. Итак, ПСЖ против Тулузы, очередной матч чемпионата Франции, мы в центре разводим мяч, поехали. Отлично, передача прошла и мы забиваем, 59-я минута, 1-0, ну суперски. И вот, замечательный момент, удар и мы забиваем дубль. 70-я минута, мы уже делаем счет 2-0. И все, уверенная домашняя победа, мой дубль приносит нам очередные 3 очка в чемпионате Франции, 5 очков лидерства над Лилем, 21-й гол в сезоне, 145-й гол в карьере. Ну что же, сейчас у нас матч против Тоттенхэма, 6-й тур, последний и сейчас будет именно борьба за первую строчку. Мы играем сегодня на выезде, у них голки Персим 2-го они вообще решили выпустить, даже не Карнезиса. Ну что же, посмотрим. Тоттенхэм против ПСЖ, поехали. Итак, Тоттенхэм Ходспурт Стадиум. Снова мы приезжаем в Лондон на этот стадион, на котором мы играли в составе Локомотива. И вроде как даже здесь мы и проиграли со счетом 1-0. На добавленное, мы уже в добавленное время играли дополнительно вот это 100 какой-то там минуты. Девинсон Санчес забрал путевку Локомотива в групповую стадию Лиги Чемпионов. Но неплохо, мы все равно отлично отыграли в Лиге Европы в том сезоне. Посмотрим, как мы отыграем 6-й тур Лиги Чемпионов сейчас против Тоттенхэма. Вроде как мы даже забили Тоттенхэму в прошлом матче с ними. Поэтому я надеюсь, сегодня мы должны побеждать Кришсяну. Кришсяну. И мы забиваем, какой галешник интересный, так вообще залетает мяч. Ну это супер. 55-я минута мы снова забиваем вроде как Тоттенхэму. Вот. Стим потихоньку за тот матч. За Локомотив. Супер. 1-0. Просто посмотрите, как прошло все. Роналду здесь на киеве линии. Киеве линии обратно на Кришсяну. Кришсяну как-то пяточкой так подбрасывает. И я ныряющим мячом. Здесь прям он как будто нырнул в последний момент. Прям под перекладину. Вот, Кришсяну пяточкой. И замечательный гол. Замечательный гол. Иван Перишич уходит с поля. Выходит сам киеву. И все. Минимальная победа. Пассажир на Тоттенхэму на выезде. Благодаря моему единственному голу приносит нам 3 очка. А это означает только одно. Пассажир выходит с первой строчки. В плей-офф лиги чемпионов единственному ударстворному принес победу. Замечательную. Сейчас мы будем узнавать с вами соперника нашего. По плей-оффу скорее всего. Итак, мы заняли первую строчку. Тоттенхэм вторую. Реал Соседат попадает в Лигу Европы. А вот Йонг Бойс вообще вылетает. У них единственная победа это над нами. А у нас это единственное поражение от них. Единственное как раз это был пропущенный мяч. Смотрим дальше. Это может быть Айнтрахт Франкфурт. Это может быть Челси. Это может быть Фенербахче. Реал Мадрид. Интер. Спортинг. Барселона. Поэтому вот такие вот интересные соперники нам могут попасться. Мой 22-й гол в сезоне. 146-й гол в карьере. И мы отыграли с вами 300-й матч за карьеру. Замечательно. Итак мы с вами прокачали кстати позицию вратаря и все. Получается теперь я вообще не знаю зачем мне нужны тренировки. Если мне больше ничего нельзя вкачивать. Поэтому мы будем сейчас вкладывать. И все очищаем. Очищаем. Больше же ничего. Да вы уже освоили. Поэтому все выносливость, скорость и удары. Все замечательно. Мы готовы. Посмотрим как мы отыграем. Сейчас у нас эта игра против Анже. Вы и знаю. У них 73-й голкипер. Анже против ПСЖ. Поехали. Итак Анже против ПСЖ. Матч чемпионата Франции. Мы прокачали с вами абсолютно все позиции. Поэтому мы теперь заряжены по полу. У нас все характеристики там мы добавили к себе. Посмотрим что из этого вообще у нас выйдет. Так. Ну это пенальти. Это пенальти. Я начал навешивать. Меня уже здесь сбили. 24-я минута. Надеюсь мне сейчас дадут пробитит пеналь. Вот здесь вот. Подача здесь. Ой. Ну это грубый. Да я бы даже удаление бы сделал. Так. Давайте в правую девятку. Либо в правую нижнюю. Лучше давайте. Сюда куда-нибудь попробуем. Отлично. Развели вратаря. Забиваем гол с пенальти. Ворота Анже. Супер. 25-ая минута. 1-0. И вот так вот. На таком рикошете Анже забивает. 66-ая минута. Итак. Наша потеря очков. В чемпионате Франции. Сыграли в ничью 1-1. Даже не смогли забить с игры. Только с пенальти. Хотя моменты мы же создавали. Но лучшим игроком является Фулл Гинни. 7-5. У него оценка. Наша третья уже ничья в чемпионате Франции. У нас 3 очка лидерства теперь над Лилем. 23-й гол в сезоне. 147-й гол в карьере. Итак. Сейчас у нас игра против Рена. Мы играем дома. Посмотрим на их голкипера. 74-й рейтинг. Мы посмотрим, что у нас из этого выйдет. ПСЖ против Рена. Поехали. Итак. ПСЖ против Рена. Наша домашняя игра. Очередная в чемпионате Франции. Поехали. И отличный гол. 67-я минута. Кулусевский на нас отдает голевую передачу. И мы выходим вперед в домашнем матче. Замечательно. Ну и все. Заканчивается матч. У нас минимальная победа над Реном. Оценка у меня 7-5. У нас все так же лидерство над Лилем в 3 очка. Забиваем 24-й гол в сезоне. 148-й в карьере. Итак, снова у нас интереснейший матч. Мы играем на выезде против Монако. У них Миранта на воротах. 73-го рейтинга. У нас Донорума. Монако против ПСЖ. Поехали. Итак, Монако против ПСЖ. Мы на замечательном стадионе имени Монако. Вот. Замечательный, кстати, стадион. Он полностью лицензирован у Монако. Вот. Что-то я даже не посмотрел. Александр Головин в составе или нет. Давайте мы это по ходу матча, наверное, с вами узнаем. Пока что я вроде как его не вижу. Но матч все равно оставляет желать только интересных эмоций. Монако против ПСЖ. Поехали. И все. Заканчивается у нас матч. Со счетом 0-0. У нас лидерство в 3 очка над Лилем. Игорь Джезус признан лучшим футболистом Азии. Ну а Кауау достоин награды лучший футболист Южной Америки. Итак, сейчас у нас игра против Ленца. Они идут на 10-й строчке. У них голкипер 81-го, кстати, рейтинга. Поехали. Итак, Ленц против ПСЖ. Очередной матч у нас чемпионата Франции. И все-таки с таким трикошетом Ленц забивает. Мы проиграем сейчас 1-0. И все, заканчивается матч. Мы проиграем впервые в чемпионате Франции в этом сезоне. Выездная игра против Ленца. И вот оно, наше поражение. Один удар в створ у них. И все. 1-0. У нас пока что 2 очка лидерства над Лилем. Так, нам поступило предложение от ПСЖ для продления контракта. 58 миллионов нам предлагают в год, я так понимаю. Но мы все равно будем ждать предложения от другой команды. И, по крайней мере, пока мы не получим его, я, скорее всего, в следующем сезоне уже уйду в другую команду. Вот такие вот у меня пока что нужны. При любом, мне кажется, раскладе я бы хотел покинуть ПСЖ. Итак, сейчас у нас игра против Ницца. Они идут, кстати, на третьей строчке. Поэтому нам теперь вообще нельзя терять очки. Надо снова набирать этот ход. У Ницца Бенитес 78-го рейтинга на воротах. Мы играем снова на выезде. Поехали. Итак, Ницца против ПСЖ. Наша выездная игра. Закончится матч со счетом 0-0. Не получилось нам даже забить. Хотя удар в створ был нанесен. У меня оценка 7-0 за матч. Итак, у нас все равно лидерство в 2 очка от Лиля. Итак, у нас игра в Кубке Франции против Бордо. У них 75-й галкипер на оборотах. Поменяем давайте форму. И поехали. Итак, Бордо против ПСЖ. Играем, скорее всего, на нейтральном поле. Поехали. И отлично. Моя голевая передача на Неймара дошла. 34-я минута. И это 1-0. Мы уходим вперед в Кубке Франции. И Неймар забивает дубль. Отлично. 93-я минута. Здесь мы замечательно развернулись. Отдали на Крещану. Топ немножечко так подвигал. И все. На себе стену практически всех игроков. И отдали практически предголевой пас. И мы выиграем Бордо на выезде. Можно так сказать. Со счетом 2-0. Дубль Неймара. И мы проходим следующую стадию Кубка Франции. Итак, в следующем раунде мы, я так понимаю, встретимся против Гингама. Тоже интересная у нас будет игра. Шестая моя голевая передача за сезон. И 78-я в карьере. Итак, сейчас у нас игра против Леона. Они идут на шестой строчке. Ну, посмотрим. Интересно, конечно, нас ожидает матч. Антони Лопес у них на воротах. 7,6 рейтинг. Поехали. Итак, PSG против Леона. Интересно, нас сегодня действительно ожидает матч. Хоть мы и выиграли в Кубке Франции. Но, по крайней мере, последняя у нас игра была именно проигрышем в чемпионате Франции. Ну, и замечательный гол сейчас получился. Кулусевский забивает. Молодчина. Итак, минимальная победа над Леоном. Гол Кулусевского нам приносит победу. Там, так сказать, с отскока мы забили. Ну, и Кулусевский 7,5 оценку получает. У нас лидерство в 4 очка над Лилем. Итак, сейчас у нас идет борьба за 6 очков, как говорится. Но теперь, действительно, если мы обыграем Лилю, у нас будет лидерство над ними в 7 очков. Поэтому, мне кажется, это замечательная мотивация для нас. Играем, правда, мы на выезде. У них Луни на воротах. 7,6 рейтинг у него. Но мы, мне кажется, заряжены. Лилль против PSG. Поехали. Итак, Лилль против PSG. Метрополия Арена. Мы настроены действительно сегодня побеждать. Но Лиллю нужно обыгрывать нас, чтобы уменьшать наше лидерство над ними. Поэтому посмотрим. Поехали. И какой галешник мы забиваем. Отлично. 1-0. PSG выходит вперед в выездной игре. И отлично. Прям в касании. Замечательный удар. И все. Заканчивается у нас матч. Минимальная победа над Лиллем. Благодаря моему голу. Приносит замечательный мой шедевр. 3 очка PSG. И у нас теперь лидерство должно быть в 7 очков над Лиллем. Сейчас мы это с вами увидим. Да. Замечательное лидерство. 7 очков. Ницца, кстати, сравнялась с Лиллем. Вот по очкам. Ну и у меня 25-й гол в сезоне. 149-й гол в карьере. Итак. Сейчас у нас игра против Страсбурга. Они идут ниже 10-й строчки. Мы играем сегодня дома. Посмотрим на их голкипера. Рейтинг 69. Все замечательно. PSG против Страсбурга. Поехали. Итак. PSG против Страсбурга. Мы сегодня действительно заряжены. Нужно нам концовочку выпуска действительно провести на уровне. Поэтому посмотрим, как сыграем против команды, идущей сейчас ниже 10-й строчки. И замечательно. Кришена Роналда отдает у меня голевую передачу. И все. 1-0. 30-я минута матча. Мы вводим вперед PSG. И все. Заканчивается у нас матч. Снова минимальная победа. Благодаря моему единственному забитому мячу за матч. Мы побеждаем. Отлично. В этот раз Страсбург дома. 7-5. У меня оценка после матча. Все так же лидерство. 7 очков над Лилем. Мой 26-й гол в сезоне. 150-й гол в карьере. Ну и сейчас последняя игра у нас в выпуске. Против Дижона. На выезде. Посмотрим на их голкипера. 69-й рейтинг. Должны забивать сегодня. Поехали. Итак. Дижон против PSG. Последний матч на сегодняшний выпуск. Поехали. И замечательный какой мы гол сейчас забили. Прям в самую девятку. Отлично. 1-0. 23-я минута. И забиваем дубль. Шикарный. Действительно. Прямо у нас матч получается. Я бы вам хотел сказать. Два мяча. Пропускает Дижон. А мы давно сами не забивали дубль. И вот замечательно. Еще и Леандро Паредосу начистили бутсу. Раньше нам постоянно там. Криштиану. Неймару вроде начищал. Ну вот. Теперь и мы. Скорее всего. Ну он отдал на нас ассист. А может быть и нет. Нет. Он просто рядом, я так понимаю, пробегал. Но все равно. Гол есть гол. Замечательный. И теперь надо вот постараться забить хет-трик за оставшиеся 45 минут. И какую голевую мы сейчас просто отдаем на Неймара. Отлично. Два мяча плюс одна голевая за этот матч. Просто супер. Итак. Разгромили мы Дижон на выезде. За счетом 3-0. Мой дубль плюс моя одна голевая передача нам приносит замечательную победу на выезде. Все замечательно. 7-5 у меня оценка. У нас лидерство в 9 очков. Забили мы 28-й гол в сезоне и отдали 7-ю голевую передачу. 152-й гол в карьере и 79-я голевая передача в карьере. Ну что ж, друзья. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наш новый видеоролик. И стримы. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жидоносторж. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...